Друзья, приветствую вас! В этом видео мы с вами разберем, что бесит дюма. Ну и немножко поговорим, конечно, о самом типе дюма. Тут я нахожусь сейчас в парке, и тут могут быть какие-то критии, не особо обращайте внимание, это бывает. Итак, здесь я нарисовал вот сам тип, сама вот эта модель А, которая, собственно говоря, и является для дюма неким каркасом психологическим, то есть это модель, по которой можно понять, какая где функция находится, и что, собственно говоря, представляет из себя этот тип. Итак, для дюма, конечно же, будет бесить в первую очередь, как я уже говорил, базовая функция, она из себя представляет не только плюсы, которые она дает, вот именно непосредственно этому типу, белая сенсорика базовая, то есть это понимание комфорта, уюта, это понимание, как нужно свое тело там держать, это понимание, четкое ощущение, безошибочных ощущений, которые у тебя, или там, это стабильность, это комфорт, это уют, это, ну и так далее. Кроме того, есть также минусы, то, что бесит именно в этой функции, да, и бесит это то, что, допустим, если дюма заболевает, да, это очень сильно на самом деле бесит, потому что болезнь, это как бы, это минус первая функция, то есть считай, вот у тебя есть некая база, да, то есть то, что представляет для тебя, ну вообще, такую прям базу, да, это фундамент восприятия мира. Если ты начинаешь болеть, то для дюма это будет очень бесить, это очень будет выводить из себя, и это очень будет, как бы, сказываться плохо на его самочувствии, на его настроении, конечно же, потому что творческая и черная этика, они работают в связке. Белая сенсорика и творческая и черная этика. То есть настроение дюма будет очень плохое, более того, ему могут даже какие-то казаться, плохие мысли приходить в голову, да, о том, что как все будет ужасно, так как пятая функция слабая, да, вот эта черная интуиция, то в этот момент тоже могут приходить такие, ты не понимаешь перспективы, да, то есть пятая функция слабые перспективы, то есть не понимаешь, как будет что развиваться, и у тебя могут быть какие-то мысли такие, что вот все будет плохо, все ужасно. Почему? Потому что в этот момент все плохо и ужасно, да, так работает вот эта слабая черная интуиция, что так как сейчас плохо, да, И поэтому будет всегда плохо Вот потому что сейчас плохо Вот это очень свойственно для Дюма Что вот именно сейчас плохо и все Если сейчас хорошо, значит все будет хорошо Всегда, всегда будет все хорошо, все будет замечательно Поэтому Дюма бесит именно такая вещь Плохое самочувствие То есть какие-то болезни, недоболезни, полуболезни какие-то Он все это чувствует Может быть другие типы Я или болею, или не болею Дюма может заболеть на 10%, на 20%, на 60%, на 90%, на 100% может заболеть И это все чувствуется Малейшие какие-то прикосновения Чего-то холодного, горячего Еще что-то Ветер дует из окна Это все бесит Люди не понимают Запах какой-то Ты сидишь в комнате Какой-то запах Из мусорки он доносится, из кухни он доносится Еще что-то откуда-то неприятное Запах пота, я не знаю Но вот он может быть не сильный этот запах Но чуть-чуть, небольшой даже запах И он тебе как бы так проходит Ты представляешь себе, что он идет Мимо твоего носа И ты прям сидишь И ты читаешь книгу Ты делаешь, я не знаю Домашние задания, еще что-то И ты сидишь, и ты мучаешься от этого От того, что ты не можешь найти источник этого запаха И ты страдаешь Никто этого, конечно же, не чувствует вокруг тебя Потому что ты же сам самый чувствительный Поэтому вот это бесит Как бы вот эта гиперчувствительность Она как бы вот бесит Конечно, это дает и позитивные моменты какие-то Но сегодня мы об этом не будем говорить Здесь мы говорим, что бесит Далее Творческая черная этика Дюма бесит неправильное отношение к нему То есть непочтительное, неуважительное Несоответствующее отношение Да, вот если ты к Дюма относишься несоответственно Несоответствующее Его будет это бесить Он будет напрягать эту Дюма Понимаешь? Потому что Он видит, очень внимательно смотрит на тебя И он сразу видит вообще положение твоего тела Он смотрит, как ты ходишь Как ты смотришь Как ты, в какой интонации ты сказал Это очень, очень внимательно Дюма это наблюдает Понимаешь? Он даже может с закрытыми глазами Неважно как Он слышит, он живет в этом мире Понимаешь? Он живет в мире черной этики То есть в мире звуков В мире эмоций В мире интонаций В мире отношения к себе Да, он сразу же видит Его бесит, если человек неадекватно относится Он надменно что-то сказал, да Он сказал без уважения это И у Дюма это накапливается Вот эта вот фишка Вот эти вот огоньки, так сказать Вот эти Они накапливаются И потом Ты как бы чувствуешь, что это накопилось в тебе Вот эта энергия эмоциональная И ты как бы становишься раздражительнее Тебя раздражает что-то Это бесит Такое отношение Далее Черная логика болевая Да, это означает Что Дюма бесит Именно когда на него смотрят То есть вот это Что касается работы То есть вот Ты работаешь, да И тебя как бы смотрят на тебя Как ты работаешь А вот как ты именно сделал Вот эту деталь, да А вот как ты там нарезал огурцы там А как ты вот Ну зачем вы смотрите Как я это нарезаю Да, то есть не надо смотреть Вы дайте мне задание Я вам выдам потом результат Все, не надо смотреть на то Как я это делаю Да, то есть не надо на это смотреть Просто вот Далее Дюма хочет сделать как все более Намного более проще Да, его бесит Что нужно именно вот Как-то какой-то вопрос решать Сложно и долго Блин То дайте мне какой-то вот один инструмент Который решает все вопросы Да, дайте мне один нож Который нарезает все идеально Дайте мне одну футболку На все случаи жизни, да И если мне нужно что-то сделать Я хочу самый простой способ решения Этого вопроса найти Не надо мне усложнять Как бы это все, да Это взрывает мозг для Дюма Зачем вы усложняете Какие-то простые вещи Давайте просто это решать Ну то есть Очень просто Давайте вот решать Да, может быть кто-то решает Это сложно Там еще что-то Можно так решить Можно так Можно сяк Можно еще как-то Давайте решим это просто Раз Два Три Все Черно-белая интуиция Ролевая Означает, что Дюма Всегда хочет успеть Он играет роль Человека, который везде успевает И пунктуальный И его бесит на самом деле Вот это То, что нужно везде успевать Это напрягает На самом деле Очень-очень сильно Что вот тебе нужно Успеть куда-то Ну ты же должен играть Еще роль Этого, что ты успеваешь Понимаешь В этом все сложности Что тебе нужно играть Эту роль И ты как бы не можешь Это из головы На, то есть Для Дюма Это сложно выбить Из головы Вот это Что тебе надо успеть Вот И ты играешь роль Особенно вот В первой ситуации Или там Если это вот Незнакомые люди Вот Ты обязательно придешь Вовремя Вот ты расшибешься В лепешку Ты там все свои планы нарушишь Там выйдешь из зоны комфорта Там все И это напрягает Конечно для Дюма Если это базовая функция Тем более Белая логика На самооценке Означает Что Для Дюма Нужно конечно же Быть в обществе Человеком знающим То есть Поэтому ты заучиваешь Дюма заучивает Что-то наизусть Там Изучает какие-то законы Как это все работает И Дюма конечно же Вот Ну не любит эти вещи Рутинные Понятно Что надо их изучать Но это надо соответствовать В обществе Поэтому это бесит Что нужно соответствовать Быть умным Быть все Знать Все эти Конечно ему это нравится С одной стороны С другой стороны Это бесит Потому что тебе нужно Как бы соответствовать Какому-то шаблону Нужно быть прям Умным Подходишь к какой-то доске Подходишь к какому-то Расписанию И ты должен там Все соображать Ты смотришь там О да 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 Там написано Вот это вот это Ты сразу все понял Он соответствует Черная Черная сенсорика Когда она У Дюма На седьмой функции То есть она Как бы Все удаляется Вот это все Что белая сенсорика Все принимает А седьмая функция Все отражает Наоборот И Дюма бесит Когда на него давят Когда появляются Какие-то умники Которые там Начинают давить на него Такие волевые люди На него начинают Вот это Вот это Вот то Вот то Сделай так Сделай так Ты слышишь Не пошел бы ты в пень Как бы Возникает такое Сразу у Дюма Зачем ты мне это говоришь Иди сам это делай Что ты мне Как ты мне расскажешь Не надо давить Это бесит Дюма Когда на него давят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому